Всем привет! Сегодняшнее видео посвящено вот этой палетке от бренда BH Cosmetics, которая называется Blueberry Muffin. Наконец-то она у меня появилась. А также, смотрите, у меня такой новый фон. Я решила попробовать на таком фоне снять. К тому же этот фон очень подходит по тему этой палетки, мне кажется, и разных других. К тому же сейчас синяя тема у меня в настроении. Итак, палетка от бренда BH Cosmetics. Она вот в таком пришла сливе, то есть вот точно такой же. Вся палетка посвящена сладостям и все оттенки здесь вот такие вот холодненькие. И в этом видео я сначала сделаю пробные макияжи на разных глазах, попробую здесь разные оттенки. А потом в конце сделаю вот такой вот уже законченный макияж. Кроме того, я в сегодняшнем видео попробую впервые помаду от бренда Rewi в оттенке 07. Еще у меня будет из того, что я не показывала в видео, но уже попробовала не раз, карандашик от бренда TF Triumph Cosmetics в оттенке 04. Карандашик для бровей. Тонально я уже нанесла от NARS Natural Radiant Foundation. Закрепила все пудрой, да. Я не нанесла только базу. Тут нужно немного решить. Еще я чуть-чуть себе прорисовала брови карандашом от бренда Triumph Cosmetics. У меня в оттенке 04, но мне кажется, что он слишком поричневый. То есть у меня все же брови более черные, особенно вот здесь видно, да. Но это просто самый темный, к сожалению, мне бы похолодней. Меня сильно интересуют оттенки темпцинь, вот этот офигительный, и оттенок ямый. Нанесу я, наверное, базу от Lorac. Я типа на ней все проверяю, вот на ней как раз и проверю. И добралась наконец-то я до этой палетки. Я очень-очень рада. Вот немного я приблизилась, я думаю, что так будет, наверное, лучше видно. Базу, наверное, я не знаю, надо закреплять или нет. Здесь, кстати, нет ничего для закрепления. Не буду ничем закреплять. И сразу начну наносить эти оттеночки параллельно. Вот этот оттенок я нанесу побольше плоской кисточки. Нормально набирается, не страхивается. Наносится отлично, просто супер. Наносится без проблем совершенно. Ну, чтобы подобраться сюда мне ближе к ресницам, нужно еще немножко набрать. Немножко осыпается. Но я уже знаю способ, как можно убирать осыпашки. Сейчас вот я нанесла, и мне кажется, что он немножко поджевывает мне века, но не критично волосы в тоналке. Сейчас попробую пальцем нанести. Ну, просто я вот там, где не доставала до ресниц, я достала сейчас туда. Не, я эти осыпахи должна сразу сбросить, потому что не могу это видеть. Я понимаю, что бывает для эксперимента хорошо посмотреть, сколько же в итоге насыпалось от палетки. Я думаю, видно, что давайте берем пудру и пудрой все это стряхиваем. Теперь я хочу взять оттенок Yummy. Я его набираю на другую кисточку. Она, конечно, намного меньше, но не ту подготовила. Он намного менее насыщенный, то есть у него нет такой базы по сравнению, конечно. Ну, понятно, он такой и задуманный. Он нанес намного так вот тоньше. Меньше подчеркиваю текстуру, может быть, потому что светлая такая, что... Сейчас пальцем добавлю. Пальцем поплотнее. Красивейший оттенок, просто суперский какой-то. Они мне оба так нравятся. Один лучше другого. Я возьму оттенок Decadent, и я его хочу сюда нанести. Он у меня здесь... Он очень-очень пигментированный, я бы сказала, насыщенный. Он идеально подходит, идеально подходит. Ну, вот посмотрите, он совсем не такой в палетке, как на глазах. Не знаю, он у меня ушел в красноватый, но я думаю, что так и есть. Это не в моем подтоне дело. Ничего, так тушу это для такого насыщенного, но надо было, наверное, все-таки мне туда нанести другой цвет. Вот сюда вот хорошо разносится. Минус в том, что блестки с вот этого оттенка поднялись у меня наверх, и меня это сильно бесит. Нет, когда я в следующий раз буду брать металлики отсюда, я лучше, конечно, буду их наносить потом. Я возьму оттенок Cheat Day. Cheat Day – это когда вы сидите на диете, а потом раз, и нарушили ее. Он очень насыщенный. Это такой пастельный, но это крутой пастельный. Это пастельный, который слишком яркий для пастельного. Сюда надо, наверное, чуть-чуть потемнее оттенок. Тоже блестки поднялись, но так как в этом оттенке меньше блесток, то не так это все заметно. У меня тут, похоже, все осыпалось. Но не сильно, очень не сильно. И я уже предварительно с пудрой. Это именно страхивается. То есть пудра у меня как бы не остается здесь. Ох, у меня здесь еще осыпалось. Не, сейчас уже не нужно набирать пудру. Все это я успеваю остряхнуть. Да пофиг, что они осыпаются. Посмотрите, какие нетривиальные, красивейшие оттенки. Я возьму оттенок 350. 350 градусов он вообще-то называется. Это по Фаренгейту температура выпечки, при которой пекут, короче. 180 градусов, что-то такое, да? Еще раз убеждаюсь, что металлики надо наносить после матовых, потому что, черт возьми, все это дело у меня туда наверх уползло. Ну, хорошо он тоже наносится. Наносится так, как мне нравится. Много светлых, таких красивых, просто очень красивых сияшек, светлых. Их всегда, их всегда мало. Сюда я, наверное, нанесу оттенок So Good. Ну да, я думаю, что этот оттенок лучше было бы, конечно, набивать. Это, кстати, знаете, такой вот синий, в моем представлении, который не уходит в супер холодный синий. То есть, это такой супер нейтральный синий. Я такой оттенок как-то хотела очень, потом что-то забыла. Я не вижу конфликта как бы, да? То есть, он нормально ложится, не создавая мне вот эти вот не спавшие глаза. Я, наверное, использую оттенок Delish. Тоже хочу посмотреть, как он будет смотреться. О, вот это вот точно барвинок. Перевынковый, я имею в виду. Тоже прикольно, кстати, он тоже переходит в кожу. Опять же, не конфликтует. Здесь сверху надо потушевать. Здесь я уже не знаю. Я хочу взять оттенок Fluffy. Как раз на пушистую кисточку. И хочу здесь вот так потушевать. Создать более плавный переход. Он очень насыщенный получается. И он мне частично перекрыл оттенок Decadent. Вот эти вот прикольчики от светлых пастельных оттенков меня иногда удивляют. Ну, вроде ничего так, когда даже чуть-чуть смешался. С этой стороны я попробую оттенок Treat нанести. Такой клёвый серый оттенок. Но вы знаете, он не настолько холодный. У меня есть и похолоднее серый. Хочу посмотреть, как вообще он будет смотреться. Понятно, я очень высоко поднялась. Я его пока не поняла. Давайте я сейчас апреляруюсь, покажу, как это именно смотрится на глазах. Как оно всё нанеслось. Какая куча блёсток у меня сюда поднялась. Прям жесть. И из-за этого, конечно, ещё и смотрится слишком грустно этот макияж. Ну, кроме того, что здесь разные цвета намешало. Хотя вот так, если просто смотреть на один глаз, мне кажется, очень симпатично. Но вот эти вот блёстки, да, и вот на всём лице это смотрится странно. Вот так вот синий, я считаю, очень прикольно. Перешёл. Посмотрите, какой офигенно красивый этот. Тёмные оттенки Decadent и 350 градусов чуть-чуть у меня вот здесь позалипали. Я считаю, что это они немножко залипли. Возможно, нужно было действительно закрепить базу чем-то сухеньким. И было бы получше. Ну, вот так вот здесь вообще хаос такой. И вот этот оттенок, конечно, действительно очень красивый. Ну, вот я попробовала разное. Тут у меня более такой разнообразный какой-то. Сюда я нанесу оттенок Cravings. Именно с блёстками этот металлик. Одно движение, и смотрите, сразу сияние. И прям вот куча блёсток. На другой глаз я возьму оттенок Hot and Fresh. Меня прям сильно волнует. В нём меньше блёсток. Он кажется таким более сдержанным. О, вау! Но у него база. У него больше своей базы. Вау! Просто какая красота! Всё, мне, короче, все оттенки, сами по себе, мне безумно понравились. Да, были вот эти осыпашки. Но офигенные цвета. То есть, просто не надо так вот это всё смешивать. То есть, это не макияж, ребята. Это я попробовала. Но если вдруг кому-то понравились эти два макияжа, то пишите. Будет очень приятно. Я теперь всё это дело сотру. И уже сяду и сделаю какой-нибудь такой один макияж, с которым можно хотя бы появиться на людях. Я, на самом деле, с трудом сняла весь макияж с глаз. База Лорак как-то вцепилась и всё это держалось. И сейчас я нанесла другую базу, потому что у меня веки красные, после того, как я сняла макияж. Я нанесла вот эту базу от бренда Beauty Bay, потому что она перекрывает бежевый цвет у неё. И теперь я должна это дело всё же закрепить. Поэтому я снова беру вот эту палетку от Sephora и беру в ней базу. И пройдусь по верхней части. Но сама эта база от Beauty Bay, она достаточно липкая, поэтому может на ней залипнуть что-то. Наученная опытом, я уже знаю, что нужно начинать с матовых. Я хочу взять оттенок Fluffy и пройдусь им вот здесь сверху. Вот сейчас зато я вижу его цвет. Бледно-коралловый, наверное. Очень милый, пастельный оттенок. Да, он светлый, но посмотрите, какой он в порядке. Он вообще тут бледненький. Ну вот как раз такой мне и нужен. На эту кисточку я набирала оттенок Decadent и он такой цвет. Ладно. Я его беру все же. Оттенок Decadent. Посмотрим. Может быть мне понадобится еще какой-то другой оттенок. Но вот пока я хочу его сюда вот так нанести. Какой-то проблемный он что ли. Вот вечно такие оттенки, знаете, которые в палетках у них один цвет, а на глазах другой. Вот они вечно какие-то не такие. Вот он мне сначала понравился, но теперь я думаю, ну чего ты сейчас вот залипаешь, если я уже там для тебя все подготовила для того, чтобы ты хорошо тушевался. Просто я вижу, как вот здесь чуть-чуть залипло. Сюда я чуть-чуть попыталась растушевать, но есть граница четкая. Здесь все же намного лучше получается. Я не знаю почему. Оставляем мы его, потому что с ним сложно чить дайперу я оттенок. И хочу я его сюда нанести. Вот он прям у меня насыщенно набрался. Так, я один раз его только набрала и теперь пытаюсь растушевать и столкнулась с некоторой загвоздочкой. Здесь он у меня собирается в гармошечку. Возьму снова оттенок Fluffy и пройдусь по верху. В общем, получается четкая граница. Как бы я это дело не пыталась растушевать. Это как бы вообще не то, что я задумывала. Я вижу четкие границы. Носить, конечно, можно. Ну, это, наверное, все-таки из-за того, что оттенки пастельные. Ну да, долгая тушевка все-таки немножко улучшила ситуацию. Давайте я еще раз декадент этот, только уже на кисточку поменьше, я его нанесу. Мне потому что здесь хочется затемнить именно этим оттенком. В общем, я этот декадент должна вот так вот разносить и наслаивать. То есть, какими-то такими пребывающими движениями. И чтобы мне сюда попасть вот в эти мои места, нужно, конечно, брать вот такую вот кисточку бочонок. Теперь я беру все же оттенок Yummy. Вот к Металликам вообще вопросов нет. Вообще, у меня все хорошо с ними получается. Переливаются. Сказочно. Осыпаются, ну и пусть осыпаются. Пальцем чуть-чуть добавлю. Я не знаю, какую сияшку наносить. Давайте я возьму сияшку Crumble, потому что я еще и не использовала. Она вот, видите, у нее есть какой-то цвет. То есть, это не белая сияшка. И отлично наносится. Я взяла кисточку от Schick номер 12. Да, такой красивый такой цвет. Ну, то есть, в отличие от тех других сияшек, которые я пробовала, он более такой сдержанный. В целом, мне макияж кажется неплохим. Но вот мне не понравилось, конечно, как у меня тут вот эти вот гады тут растушевались. Я, наверное, возьму оттенок Cheat Day. Ой, он прекрасен здесь. Он нанесся прекрасно просто. Я беру оттенок Fluffy. И подтушевать, и подправить. Так, я сейчас доделаю макияж в плане того, что я, наверное, докрашу себе ресницы. И вернусь, и уже поговорю. Такая, типа, вся готовая. И еще у меня тут впереди еще помаду надо попробовать. Да, точно. Доделала макияж. Я немножечко себе стрелкой все-таки нарисовала вот этим маркером Stabilo. Все же есть какая-то магия. Рисуешь криво, но смотрится хорошо. И очень легко получается. Так что вообще класс, мне нравится. Не знаю, может быть, из-за того, что серый цвет. Но вот я сейчас тоже думаю, возьму и рисую. И нарисовала. Мне кажется, нормально. Сразу улучшилось все. Я забыла завить ресницы. Но, слава богу, хотя бы их накрасила. Сейчас уже в целом, когда все закончилось, мне кажется, более-менее нормально все закончилось. Прикольно сказать. В общем, когда у меня закончился весь процесс макияжа, мне кажется, что нормально. Ну, естественно, если бы это не рисовало по всякому лицу. И теперь, что я не знаю. Давайте я сейчас, наверное, губы накрашу вот такой помадкой от бренда Revue. У меня оттенок 0,7. Вообще-то, я давным-давно уже смотрю на эти помадки. Но я все никак не могла выбрать и понять. И недавнее видео Елены Токаревой меня навело на мысль, что уже пора. Такой вот. Я надеюсь, что он мне подойдет. Я надеюсь, что он не будет слишком светлый. У меня такое чувство, что как будто кто-то трогал. Давайте я сейчас протру. И посмотрим. Это должна быть такая офигенная бальзамная помада. Цвет по-настоящему нюдовый, клевый. Ура, ура. Мне подошел цвет. Но она мне не, конечно, прям такой уж и бальзамной. Мне кажется, простая такая кремовая помада. Но она, может, не сильно насыщенная. Да, кстати, вот тут очень прикольный механизм. У меня первый раз такая помада, которую вот так вот... И она там остается. А нажал и вытащил. Да, класс. Расскажу я теперь про эту палетку. Что я думаю о ней? Какие у меня, получается, первые впечатления? Я ее по-всякому попробовала. Все-таки мне кажется, что нормально. Я ее изучила. Ну, как бы все равно это первые впечатления. Значит, да, холодные и матовые здесь мне показались сложноватыми. Вот все же до конца у меня не особенно тут растушевалось. И вот тут, да, ну, ходить я буду. Здесь, конечно, кстати, лучше всего получилось, чем тут. Но офигительно красивые сияшки и те, которые сюда нанесла. И вот здесь и очень клевые сияшки. Здесь прям супер. Получается, здесь половина сияшек, половина матовых. Матовые здесь вот. Наверное, они все же ближе к пастельной гамме, пастельной теме. И поэтому их лучше набивать, а не растушевывать. Ну, или как бы набивать, растушевывать, чуть-чуть повозиться. В целом, мне сейчас нравится этот макияж. Он достаточно необычный, мне кажется. Но я думаю, что я еще изучу эту порядку. Насчет сияшек все супер. Мне она сама по себе нравится. И она мне сейчас прям очень в тему. Я думаю, вы заметили. Так что так-то она хорошая. Но у меня до конца не сложилось, наверное, еще впечатление. Потому что я все же с матовыми повозилась. Я уже несколько раз это сказала. Но такой красивый вот этот оттенок. Я думаю, что на этом надо, наверное, уже заканчивать. На этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Всем спасибо за внимание. Пока.